Распределены, но самое важное было определено то, что команда Сидек, она уже вылетает 100% из регулярки, попадая в второй дивизион ДПЛ, команда IG Vitality и Team Max, они уже будут играть стыковые матчи 100%. Ну и то, что мы сегодня будем наблюдать, это скорее просто борьба за место повыше, для того, чтобы в плей-оффе попасть на более слабого противника. Вот, так что и LGD Gaming, и точнее LGD Forever Young и Invictus Gaming свое место в плей-оффе уже заслужили и борются только за место повыше. Вот такие расслаблены. И за деньги? Ну, пока не за деньги, по-моему. Да вроде как уже, нет? Ну, плей-офф еще будет, в плей-оффе деньги разыгрывают. Ну так, если ты занимаешь место повыше, то есть шанс, что ты выходишь на слабого соперника, как ты сказал, что значит, ты должен побеждать и зарабатывать на этом. Ну, в будущем, да, если уж не так работает. Если настолько далеко смотреть. Надо мысли глобально. Все понятно. Да-да-да, тогда действительно еще и за деньги борьба идет. Так что я думаю, что играть-то будут в полную силу. Ну и предыдущая первая карта, она все-таки это тоже показала, если вы вдруг успели зацепить ее в Dota TV. Так, ну мы, кстати говоря, тоже будем работать Dota TV со второй карты, судя по всему, весь игровой день, только потому что с нами грузиться лобби не хочет, Dota с нами не работает. Вот, поэтому в Dota TV вы нас не услышите, зато можете послушать на Twitch. Туда и заходите. Все более-менее понятно. В общем, я вчера смотрел карту тоже, которую ты комментировал, и там был Bane, который просто все разваливал, все, что было движимо и недвижимо. А сейчас он не в пике и не в бане. А, не, все, все. Он в бане. Не привык, что 6 банов пропустил верхний. Подсчитал, все, вижу типа этого. Леча на сталкер, да, ну первая фаза закончилась, а чуть выше притаился на дереве. Все, отбой. Отбой. Не, на самом деле, да, действительно, Bane вчера показали им именно LGD Forever Young. Супер там, как раз таки, ну, изнасиловал противника, по-другому не скажешь. На этом Bane 23.5 закончил. После этого все команды стали банить этого героя сразу же в первой стадии, кроме одной. Кроме коллектива Team Max, которые решили Bane отдать и тоже проиграли. Поэтому сейчас Bane, конечно, в пермобане, так называемом, и оттуда, видимо, вылезать не будет до следующих фиксов. Слишком уж жестокий, слишком уж хороший персонаж стал, чересчур хороший. Поэтому, если вы, друзья, все еще ищете героя для себя, который способен будет поднимать вам рейтинг, завозить соло-капочку. Пикайте Бестмастера. Пикайте Бэйна, а потом Бестмастера. Не-не-не. Бестмастер куда сильнее. Висы, что ли? Ну, у него слишком много сейчас этих забустов по пушу линий и по убиванию героев соло, и ты можешь набирать его, там, плюс четыре героя, которые как-то будут убиваться, и он сломает, вот, как ему, на шестом инте базу в соло. Буквально за минуту или за полторы. Ну, Бестмастерам контролить надо, это же все-таки скиллуха нужна. Там есть клавиша, все подконтрольные юниты. Биндишь ее, жмешь, допустим, там, какой-нибудь условный. F2, F3, на что биндишь. И отправляешь через атаку. Это очень несложно. Это тебе нужно нажимать на одну клавишу больше, чем контроль одного героя. Так вот, лучше проще, что на бейне, там, что кнопочки натыкал. На бейне, что-то, какой-то сон сюда, какой-то инфибл, что-то, какой-то левел. Да все на одного, все на одного подряд, что кидаешь все. Нужно, чтобы тиммейты тебе помогали по линии, а Бестмастеру вообще ничего не надо. Ты покупаешь даггер и некра первый, и ты уже самый сильный герой на карте. Вот я бы тебе поверил, если бы сам не тестил, но на Бестмастере сложнее, чем на бейне. Факт. На Бестмастере сложно. Кабанчиками контролить надо, птичек надо отправлять куда-то. Бейном ты слип кинул. Может, ты еще и криты на реки не качаешь? Кого? Криты на реки, может быть, не качаешь? Какие криты на реки? Ты что, вообще пачнот не читал? Нет, я дочитал, но я еще не играл ни разу. Там у него появляется замечательный талант на 15 уровне, который дает ему крит с бэкстаба. И ты сидишь в ульте и критуешь по всем. Круто. Надо потестить будет. Как только с меня бан слетит, я обязательно потещу. Ты же мог бы на ранке-то поиграть, посмотреть. Я вообще не могу ничего играть, у меня бан. Как так получилось-то? Это ты у Вали, спроси, как так получилось. Пустил по ночам. Да нет, ну скорее я отмывал его приоритет, наверное, из-за этого проблемы. Скорее всего. Но радость, что не на 6 лет. Ну да, так на 2 недельки, но все равно неприятно. А сегодня, кстати, скинут мне бан, и я протыщу. Так, и говорят, что ты очень тихий относительно меня. Так что или меня убавь, или себя добавь. Сделайте тихий у комментатора погромче. Ну это вообще очень странно. На самом деле, всегда обычно меня слышно лучше, чем моего со-кастера. Как-то я так суперкруто настроил, что тебя стало лучше слышно, чем меня. Это странно. Ну давайте попробуем тебя убавить тогда. А вы сделайте просто погромче общий звук. И все, нормально говорят. Это как раз таки инмейт тихий. Ну вот, вот. Ничего себе тихий. Я просто когда врубил, тебя так... Было слышно, а меня было очень громко слышно. Ну я вроде что-то пофиг села. Вроде в чате пишу, все хорошо, окей. Да, друзья, пишите-пишите, как там слышно и так далее. Не контролируйте нас. Но никак. Арт стайла. Я сделал вилату погромче, его не слышно. Как тебе Медуза? Ты смотрел прошлую карту, смотрел карты вчера. На дота бафе скачок венрейта Медузы на 10%. Что скажешь по этому поводу? Скажу, что вчера Медузы не было вообще в Китае, в принципе. Вчера в LGD Forever Young две карты играли, два матча точнее играли. То есть четыре карты Invictus Gaming один матч играли. Никто из них Медузу не брал. Я удивлен, что в первой карте она появилась, что сейчас появляется в второй карте к ряду. Просто винрейт был 46%, вышел патч, теперь у нее 56%. Сам понимаешь, это такая очень приятная цифра и растет. За сегодня еще на полпроцента. Ну и, кстати говоря, Медуза первую карту выиграла. Таки да. Ну там, на самом деле, скорее закинули противники. Потому что они могли бы не драться под фонтаном и добить барака отойти. Короче, могли бы выиграть. Но она была не так плоха. Да, это действительно проблематичный персонаж. Вот еще с введением не этого патча даже, а предыдущего, где Медузе добавили аганим, где она смогла кидать свою вот эту вот змейку, и она встаняла противника, превращала в камень. Поэтому да, герой тогда уже стал неплох. В прошлой карте аганим-то и появился с первым артефактом. Ну да. Медуза с ним бегала, да, давала продышаться соперником. И вот я думаю, они появятся ли сейчас еще и дровка здесь. Чтобы уж совсем без заклинаний, но очень больно бить с руки. Да, под Visage, под Vengeful Spirit, под Bloodlast, еще и Медузе баф будет дополнительный. Звучит, конечно, круто. Под Венгой еще, и я не уверен, как это будет работать с ее вот этими иллюзиями, которые появляются после смерти. Ну, если оно будет вешать баф, точнее, останется баф, то это тоже очень сильно. То есть, как убил героя, а баф работает, и вас все разваливают. Во. Без мастер. Ну, эти ребята выиграли. Уже без вариантов. Ну, этот вот аурный пик в очередной раз мы с вами увидим, где куча всяких пассивок, все они будут друг с другом складываться, сочетаться. Там Vengeance Aura, опять-таки Bad Bloodlast. Бесмастерская скорость. И его аура тоже туда же. Как она, кстати, называется, ты помнишь? Я могу всегда посмотреть. Посмотреть это одно надо помнить. Inner Beast. Inner Beast, точно. Вот. Так и есть. Так и есть. Хорошие-хорошие аурные персонажи такие, все это баф для Vengeance Aura. По идее, какая-то еще будет доп-аура такая для себя. Когда ты кидаешь топоры, там Rampage или типа того будет. Еще у него появляться, как так и называется, который будет навешивать доп-забав для него и для всех его со мной. Да, Aura действительно очень много становится. Ну, посмотрим, как Invictus Gaming с этим будут справляться. Пик у них, в принципе, тоже неплохой. Есть какие-то свои такие локальные комбинации. Тут вам, пожалуйста, Death Profit, который будет сложно убить под Dazzle. Там тут будет и XXS с бобок, и тоже давать вакуум и камни, скорее всего. Неуловимый Phantom Lancer. Хотя, в принципе, контроля на него здесь тоже вполне хватает. Так что Invictus Gaming должны быть проблемы. Ну, объективно говоря, вот посмотрев первую карту и посмотрев вчерашний, между прочим, матч, я могу сказать то, что этот патч пока для Invictus Gaming лишь только в плюс. Если брать результаты предыдущего патча, Invictus Gaming там явно не блистали с уходом бёрнинга. Вот, но здесь прям как-то воодушевились ребята. И вот пользуясь тем, что противник, ну, зачастую не успевает просто адаптироваться к изменениям. Ну, кто-то же явно адаптируется раньше, кто-то позже, кто-то... Да, кто-то просто нащупал уже какую-то вот классную вещь, и сейчас будет её показывать, выигрывать карты за счёт этого. Вот-вот-вот. И мне кажется, что для Invictus Gaming сейчас просто золотая пора. Повыигрывать какие-то матчи, желательно ещё провести пару квалификаций на какие-то турниры. Да, вот сейчас стартанёт МДЛ. И, в общем-то, у всех команд, аутсайдеров, вот после выхода таких глобальных патчей, появляются отличнейшие шансы. Ну, кстати говоря, это характерно и для тех, кто сейчас будет выступать на Лане. Например, сегодня, буквально через 4 часа уже стартует первый матч Дота Пит Лиги, и там будут играть и Фнатики против Virtus.pro, например, там, да, и Морталс, по-моему, против Team Liquid. И у этих вот команд, которые являются очевидными аутсайдерами, у них есть достаточно неплохие шансы, чтобы себя проявить на турнире и заработать квалификационные баллы. Там сегодня играют что-то типа Морталс Ликвид, например. Вот я бы тоже с удовольствием посмотрел. Ну да. Так что обязательно смотрите. Сегодня будет параллельных очень много игр. Надеюсь, что мы быстренько успеем расправиться с нашим Китаем, и мы тоже отправимся просматривать Дота Пит. Так, ну а пока у нас здесь LFY, и ребята из Invictus Gaming расставляют варды, делают это теперь неспешно, передвигаясь лишь только на собственных двух ногах, ну или кто-то просто крылышками машет. Никаких тпшек сразу же не используется, потому что они элементарно в кулдауне. Ну и баунти руны вот так учился брать LFY. И все потому, что IG решили послабить линии. То есть они поставили вард, увидели Огрмага, увидели Медузу, и потом, возможно, еще в боте кого-то увидели, с горы, например, там. Я не знаю, венгу, не венгу. Решили послабить сразу, потому что отправили в сложную линию. Как тебе такое решение? Выглядит, потому что не очень сочно драться в даблой на сложный против сильных героев. Подозреваю, что бобок-то здесь, конечно, тоже будет рядом, и по идее-то там будет три плана... Не, Phantom Lancer плюс Dazzle это довольно-таки сильно, да? То есть мы понимаем иллюзии, которые начинают с подхила напробивать очень серьезного шаду вейва. Ой, в центре тут супер. Ой, супер-супер! Да ладно! ОП делает фраг вместе с бобокой. Вот так вот бобоку начинают. Грамотно. Ахуйничаем помочь. Они увидели кого-то на вардах, сделали свап, и сейчас позасчитали на телепортах обратно. Уехали на топ. Угу. Да, тут действительно забавно. Ну, я понимаю, задача просто дать возможность Phantom Lancer беспрепятственно фармить крипов, потому что там на сложной линии, очевидно, пришлось бы драться. Просто зачем они вообще свапались? Для чего они это придумали? Думали, что биза будет в легкой стоять? Ну, может быть, есть у меня такой вариант, чтобы Бобока, когда увидел то, что так спокойно умирает супер, в начальном этапе, сказал своей команде, что мол, я к вам вниз не приду, я буду стоять исключительно в центре, мешать Медузе, поэтому вы там будете дабло, и дабло вам будет неприятно. Я не свапнулся. Звучит, как, конечно, приятно. Я думаю, что и триплой было бы нормальным отстоять. Ну, понятно, ну, просто хочется... Тут тоже ограбы стянулся, и вот там вот сильно нюк, сильные ссаны, и зейбл, а вот это... Ну, подсейв есть для кого-то, но не для даззла, то есть ты можешь впустить до самого даззла. А сейчас вот он в легкой линии стоит, и уже обузит то, что у него есть замечательный poison touch новый, который обновляется стычки. Бобока, контролил руну, но здесь также и аху довольно. Сильно мешать должен две руны. Богатство, я смотрю, забирает себе ДДЦ на виседжа. Ну, почему бы и нет? Прям перед носом X-XS, а XS зато забирает себе руну ускорения. Так, пошел пробивать с руки. Проблем здесь особых у Дарксира быть не должно, конечно. Да, там два рейнджевичка, которые в будущем будут бить очень сильно с руки, но в начальном этапе Дарксира пробивать нечем. Купил себе Stout Shield. Главное, чтобы не было проблем с маной. Ну, кстати, насколько актуально на Дарксире сейчас покупать, вот, Quilling Blade. Большой вопрос, конечно. Зачем он им нужен? Что он с ним будет делать? Да непонятно. Вроде не особо нужен. Я тоже думаю. Как же Бистмастер закидывает топорами? Сколько у кулдаун меньше, чем висит дебаф, ты можешь просто продлевать его раз за разом, увеличивая на 7 урон. И при этом очень дешевые топоры, посмотрите. 65 мана на втором уровне. Да, можно спамить. Так что, только проблемы у нас с мастером. Сейчас он, наверное, умрет. Хотя хилом мажет. Да, Зои. И все, убегает. Продлевый зерги окончился. Не в тайминг. Кью дал Shadow Wave свой. Надо, конечно, в момент, когда иллюзии атакуют. Тогда максимальный эффект достигается. Но здесь не получилось. Ну, я так смотрю, по крипстату-то все у команды LFA неплохо. То есть Vengeful Spirit на фрифарме на легкой линии находится. В центре Медуза, несмотря на первую смерть, в общем-то старается клипов не пропускать. Во всяком случае, делает крипстат даже лучше, чем DP. Ну, Бистмастера, но... И Бистмастер вот неожиданно против W на четвертом месте. Уже на третьем. Медуза обогнал. Ну, очевидно, что здесь не хватает бы Бокки. Был бы рядом Earth Spirit, он, конечно, бы здесь Бистмастеру фармить не дал. Просто комбинировать Shadow Wave плюс, там, например, Допплгангер или Спирит Лэнс довольно проблематично, да? Можно в тайминг не попасть, как мы уже видели. А вот комбинировать влет Earth Spirit'а, его Роллинг Болдер с Shadow Wave'ом намного проще. Желательно вообще дроем. Вот как раз-таки ворвались на руну, где стоял DC, и руну не ваджали, и сильно пробили, но Венга перетянулась, спасла. Да, не забываем про возможности еще Earth Spirit'у вкатываться по Dying Shell'ам, что сейчас и произойдет. Руна Инвиза плюс Айншелл сверху от Дарксира и перетяжка в центр. Там есть вкусная Медуза. Ну, чтобы с этой Медузой в будущем проблем особых не было, гангать ее нужно прямо сейчас. Бобок это прекрасно понимает, вот выбирает сейчас нужную позицию, но им главное дождаться, чтобы Супер вышел подальше из-под своего тавора. Я боюсь, что он поет. Стоп. Забил на Медузу. Хотел убить Бистмастера, ушел в ощущение там. Нагло стоит. Уже взял пятый левел. Птицу или третий топор? Птицу. Инфлейм. Ой, немножко промазал Роллинг Болдером здесь Бобока. Камешком отбрасывается. Вот он подхил. Демеджа не хватило. Бобок здесь допускает ошибку. Приходит EDC. Тут же замедление. Грейвчилл на Бобоку. Топоры залетают. И это минус. На Бобоке еще и Солос Ампшн по Q. 29 кп остается, тычка последняя. И Даззл ничего не успел скастовать. Два фрага для ЛФ. Сами не успели. Я бы сказал, что это конечное. Вот такой зафит. Но на самом деле еще не все потеряно. Рано пока, конечно, хранить IG. Но это было близко, на самом деле. То есть я не вижу. Сейчас Дарсировать иметь. Его вроде бы неплохо прапали. У него замечательные таланты появились. Типа вот на 25-ом тоже параллельной стены. Или до 150 на щите. Что сделает щит 240, который ты можешь повесить 2 или 3. Что сильно бафит героя. Но вот большинство героев получили такие вот вроде сильные забавы. Но на 25-ом, до которых надо дожить. И вот здесь с таким активным пушащим пиком с куча ауэрой на 25-ом можно и не дотерпеть. Тоже правда. И вот я смотрю на 5 героев у IG. Вот займи хотя бы одного, кто неплохо отпушивает. Или кто быстро забирает крипов. Не подходя к ним. Да таких тут нет. ДП может крип с ворами отбрасываться и все, пожалуй. Крипов она пачку не снимает при этом. Будет тяжело, конечно. Если элфай пойдут пушить, просто давить на вышки, то останавливать их будет практически нечем. Нужно будет давать полноценную драку 5 на 5. Но к этой драке нужно, чтобы у Тарксира уже появился блинг и меканцем как минимум. ДП была с еулом. То есть, ну были как минимум какие-то. Тарксир с какими-нибудь. Я не знаю, там еще дайгером сверху. Потому что ему не хватит просто меки. Или это не золотое. Называл. Не золотое. Бобоком снова в центр. Готов выкатываться. Но там уже на поддержке есть саппорты. И Бобок пока мажет. Мажет Роллинг Болдером. Очень хотели скомбинировать. Очень хотят взять Медузу. Но получилось это сделать лишь только единожды. Аквилы есть у Медузы. Уже стики более-менее. Пятый уровень. Скоро появится Тонгейз. Ну в общем, супер Ахфу оберегает и делает абсолютно правильно. Пусть Медуза фармит. На нее потом акцент. На нее потом ставки. Купят себе Аганима и все будет окей. Там выход саппорта в топ готовится. Прямо за спину. Очень далеко зашел Бисмастер. Ну да. Праймурор уже имеет. Шестой уровень. Есть стики. Может и сам напасть? Нет. Пытаться. Да, там ТПшки уже делаются. Можно убивать. Просто растить ульт не хочется без того, чтобы убить героя. Нижнюю башню силу тьмы атакуют. А по итогу Огармак подошел, посмотрел. Увидел, что инициации никакой нет и просто-напросто ушел. Недалеко ушел. Возвращается вновь. Ну, Медузе больше помощи, так понимаю, не нужна. Медуз здесь самостоятельно справляется. Можно и Бисмастеру помочь. Акфу здесь будет просто бегать и развлекать. Уже четвертого уровня, между прочим, Суппорт Огар. Так что вполне себе неплохой персонаж. Ну, а X-XS у нас тем временем вообще сместился в леса. И вот здесь, видимо, Топорик ему будет помогать. Только-только приобретает себе Солринг. Ну, странно видеть Дарксир, который, конечно, бьет крипов именно с руки. Но в это время начинается Пуш. Пусть и не такой активный, но тем не менее начинается. А у Вейфа в террор четвертого уровня у Венжи Фол Спирит. Первая пассивка уже вкачана. Аквила активирована. Будет собирать себе, конечно же, Мом. Так, на топе. Ахфу. Айсю пена хостя. Хостя подъезжает, надо продавать. Продано. Продано. Обращайтесь. Быстро, эффектно. Ну, вот Хейст как-то не предусмотрели ООП. Просто забирает себе Рону, сразу отправляется и реализовывает ее. Можно было, кстати говоря, остаться на верхней линии, постараться спушить, используя экзорцизм. Эта способность была доступна. Так. Бобок ворвался, ООП уже здесь. Увид. Минус виседж. Тоже неплохо. Блин, тут на развороте внезапно Бобок впитывает. Стан на стане, пару ударов в спину и это минус. Под вейвом демеджа слишком много залетело с руки. Такой урон пережить было очень сложно. Ну, Пик, мне кажется, зря бегает. Я смотрю на его Крипстат, на его Нетворс и смотрю на Крипстат и Нетворс всех коров команды LFY. И не понимаю, как он собирается с ним воевать в дальнейшем. Может, 26-17, это, конечно, хорошо. Но сытыми не будешь, когда противников по 60-50. Ну, я тут смотрю, по Нетвору 100 разницы с Медузой особо нет. Там 100 голды буквально, даже меньше. То есть, в перед так-то неплохо свою линию еще отстоял. С учетом того, что Ахву, в принципе, с центра-то и не уходил. Ну, то, что доминации нет над Медузой, это, конечно, плохо. Медуза свое получает. Прогнать ее с линии здесь не получалось, очевидно. Ну, и просто фармит, фармит себе что-то. Что там обычно модно покупать себе? Фейзы потом сразу агонимы? Или все-таки через Линкенсферу? Нужна ли здесь Линкенсфера вообще? Мне нравится. У тебя артефакт хороший, на кучу героев нужно. Это нападение в топе на Даззла через Кентавра. Зашел своего. Через ультимейт развалил. Вот так вот. Я постоянно отсыду, потому что у него пул крипов довольно своеобразный, который мог давляться. Теперь у них уже готова у Бисмастера. И, на самом деле, не все полезные. Но самое полезное, это определенные Кентавры или Тролли, которые дают станы и выход в центр на ОП. И рендропа, я думаю, от такого нет спасут. Спиритсифон, жить, стики! Нет, дэмэджа слишком много. Доминга слишком больно бьет, опять же, из-за того, что сейчас у него еще будет ласт висит. Докидывает много мувспида, она просто быстрее бегает. Ну и сразу же вышка будет падать. Да, пока все плохо. У Invictus Gaming вроде бы так 5-3, ничего суперглобального не произошло, но пару смертей и уже 6000 преимуществ было в один момент. Да будет еще, будет, потому что еще одна вышка упадет. И того же минус 3 Таура. Пуш, драфт, вот этот вот реализовывается у ЛФА сейчас на все 100%. Пока отыгрывают круто, ребята. Ну, тяжеловато придется, конечно, IG, не знаю, как отбиваться. Сейчас еще и Рошана могут забрать ЛФА попутно. Есть уже Металька. Знаешь, ты знаешь, что вспомнил? Замечательную вещь. Изменение рейнджевого уникра. То, что у него теперь появляется Пурш-обилка, и то есть какие-то Диффуза не будет... О, не Диффуза, а ЮУ не будет спасать особо ДП в этой карте. Может, ее сразу можно будет снимать. Еще одна вышка упала. Уже 4 Таура. Ни Диффуз Гейминг вообще ничего не делает. По фарму просели абсолютно все. Не знаю, ЛФА сейчас все прям по стандартному плану должно быть. То есть забираем Рошана за медальку. Потом идем по центру, по нижней линии. Разрушаем последние эти Р2 вышки. Ну и заходим на хайграунд, выигрываем игру. Это должна быть очень быстрая катка для ЛФА. Вижу, уже 20 минуты и урон падает. Я думаю, даже быстрее. Может, даже. Если они не зафидят, а я не вижу, где бы они могли зафидить. Там по артефактам слишком все хорошо. Да, урна уже имеется. Так, Вилла, вторые Некрономиконы скоро появятся еще. Третий и третий Некрономиконы, соответственно, Аегис есть. Ну да, все просто очень хорошо. У Invitus Gaming нет ничего. Потом ланцер драться еще не готов. И не будет готов еще очень долгое время. Я смотрел на его закуп. Простой тапок. Задумка на диффуза. И 300 градов в запасе. А деф надо прямо сейчас. О, ПТ принес. Ну хорошо. Сейчас прямо, может быть, деф идти не надо. То есть придется отдать тер 2. Потом может быть еще одна тер 2. Ну, 3 минуты у него есть. 3 минуты где-то есть, да. Можно напали на Бобоку, а он 5 уровня. Слушай, он неплохо разыграл этот момент. Пытается уйти. ТП. А его видела птичка. Видела птичка. Дали инфу, соответственно. Просто закидали нюками и ударами с руки. Ну, надо отдавать вышку. Надо спритпушить. Может быть, забрать какой-то тавер самим. Вот чем пытается заниматься XSS сейчас. Нужны деньги просто на команду. Хоть какие-то зарабатывать. 9 тысяч уже проигрывает команда Invitus Gaming. 9 тысяч. И это... Сейчас будет 10. Медуза в пике. И они столько выигрывают. Тут люди пишут, что это турборежим. Вряд ли. Ну, очень похоже. Значит, у них уже были бы лапки ближе к 15-му. Здорово, Пит. Что-то было слишком быстро. Здорово, XSS. Он, XSS живет. Эрспирит зашел. ДП байбэк даже. Магнота используются. У монета могут быть проблемы. У него иегис. Ему не страшно погибнуть один раз. Да, он погибает. Ну, тут Эрспирит, Тарксир, все в тавернице. Горел красный негр, погиб земель. Да, да, да. Поставили стенку защитную такую. Но я думаю, что все равно будет на эту стену. Ну что, отойдут? Да, видимо, отойдут. Ну, нет смысла прям настолько сильно спешить, конечно. Противник там впятером отбрасывается какими-то нюками. Пусть не самыми опасными, но тем не менее. Есть смысл просто перетянуться вниз, сломать еще одну тир-два вышку. Купить себе еще пару противок. Ну, типа того, да. Заканчивать эту игру, потому что и так слишком много уже. Играют для такого пика. Ну, если в первой карте было похоже на то, что Invictus Gaming готовы давать сопротивление. Там был очень неплохо OP на тинкере. Неплохо отыгрывал End на ЦК. То есть здесь, конечно, как-то вот совсем с драфтом не угадали, ребята, из AG. Им слишком многое нужно. Смотрю на Вингу, и она могла бы себе просто вторая игра купить. И они бы зашли прямо сейчас. Так, он несет все-таки боевой такой айтем. Надо бы демидж, надо принжу атаки. Ну, тоже нормально. Так, они еще и смок используют. А, там фамильяры с XXS. Так, 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 так. И потянется еще и бестмастер с третьими некрономиконами. И, видимо, тут этого Дарксира просто-напросто не отпустит. Дарксир съедает пачку крипов. И внезапно получает некрономикону в Праймл Рор. Птичек сверху. Ее пробивает с руки. И Пурдж, конечно же, сразу. Минус Дарксир. Не Потаминку нажимает. Может по-хорошему кидать топоры. Поэтому отдавать все остальное под увеличенным уроном. Ну, в данной ситуации, конечно, хватило любого порядка использования. Тут-то неважно, понятное дело. Просто иногда вот это будет важно. На монету, выход, вив. Одна из попыток от ребят из IG что-то измениться. Но попытки пока такие себе. Магнетайз используется. Пытается энд съесть хотя бы монета. Да, монета съедают. Но четверо уже в таверню команды Invictus Gaming. В живых остается пока только Phantom Lancer. Доплгангера у него нет. Ничего нет. Fireblast получает. Погибает. Минус 5. ГГ. 16 минут. Изи. Неплохо. Посмотрели. Хорошая катка была. На самом деле, просто Invictus Gaming очень хотели вернуть расписание. В нужное русло. У нас по плану в 10 часов в московском времени должна стартовать игра IG Team Max. Время было 11-го. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Ну, это, кстати, было близко к побитию рекорда Солдача. 130 гпм у Даззл. 150 гпм у Земели. Неплохо сыграно. Неплохо сыграно. Неплохо надравчено. Вот что можно сказать. Надравчено вообще шикарно. Да, ну, видимо... 13 тысяч урон они нанесли за эту игру. Короче, я решил драфт. Ну, будет наук, я не знаю. То есть, пикнули плохо. В следующий раз пикнут лучше. Ну, в следующий раз как раз-таки уже против коллектива Max придется играть Invictus Gaming. LFI молодцы. 2-0. Дополнительные баллы они себе зарабатывают. Им сегодня еще предстоит один матч сыграть. Могут еще выше по турнирной табличке пробраться. Вот они уже обогнали LGD. Сейчас обогнали уже Vici Gaming. Уже топ-3, как минимум, LGD Forever Young выиграет.